В прошлый раз мы начали рассматривать задачи о вероятности переходов в квантовых системах, которые могут быть описаны нестационарными гамильтонианами, для которых можно представить себе оператор Гамильтона как сумму двух величин, одна из которых описывает автономную систему, например, атом, или молекулу, или ядро, или что-то еще, саму по себе, а внешнее воздействие описывает как заданную функцию времени. Имеется в виду такая философская схема. Есть система S и есть источник внешнего воздействия. Так вот, внешняя система влияет на систему S, а обратного влияния наша модель не учитывает. Такие треуки срабатывают, если источник возмущения очень велик, например, макроскопический генератор какого-нибудь внешнего, например, светового поля, так что судьбу одного единственного атома мы прослеживаем в предположении, что лазер, который его накачивает от состояния нашего атома, никак не зависит. Вместо нестационарного уравнения Шреддингера ИНДПСИ по ДТ равняется Н0 плюс ВОТПСИ, мы обращаемся к системе, которая описывает коэффициенты разложения функций по базису H0. Здесь и далее мы предполагаем, что нам известна полная система собственных функций Гамильтониана, невозмущенной системы, то есть известен набор энергетических уровней и известны функции, которые этим уровнем соответствуют. Со всеми деталями и тонкостями вырождения, ортогонализация системы, относящаяся к вырожденным уровням и так далее. Волновая функция, в которой выделены медленности, тогда ПСИ, которая равняется СИГМА АКТ от Т, ФИ КТ от Р, Е в степени минус И ОМЕГА КТТ деленное, здесь нету никакого, вот так. Волновая функция, в которой выделены медленно зависящие от времени амплитуды и отдельно экспоненты с большой скоростью вращения, это довольно важное обстоятельство, если мы собираемся рассматривать не очень сильные поля. Тогда мы получаем систему ИХДАКТ по ДТ равняется сумма по МАМОТ, ВКМТОТ, Е в степени минус И ОМЕГА КМТТ. Здесь никаких приближений не сделано, но решать такую систему очень неудобно, потому что она охватывает, абстрактно говоря, бесконечно большое число уравнений. Важный шаг – это начальные условия, которые говорят АМТ от нуля равняется дельта МН. На практике это означает, что вся система с достоверностью находится в одном состоянии, и в подавляющем большинстве случаев это основное состояние системы, куда она рано или поздно скатится за счет процессов релаксации, процессов спонтанного излучения, процессов генерации фанонов в решетке твердого тела и так далее, и так далее. После этой манипуляции задачу можно решать методом итерации, подставив в правую часть вместо АМ начальные условия, и тогда на первом же шаге мы получаем АКТ от Т равняется минус И на елит на H. Это просто поделили на левую часть. Интеграл от начального момента времени, когда мы задавали начальные условия, может быть, это ноль, как здесь писалось, а может, что другое. В КНТ от Т штрих, Е И ОМЕГА КНТ Т штрих, ДТ штрих. Фурье амплитуда состояния К в момент времени пропорциональна. Фурье компоненте внешнего возмущения в скобках матричного элемента, скобка закрывается, действующего на систему, на частоте перехода, взятую на интервале времени от начального момента до текущего момента Т. Начинает звучать тема, которая говорит, примерно с таким содержанием, есть частота перехода, и из всего спектра возмущения, которые есть, только одна эта частота и важна. Как устроена ВКН от Т штрих? Ну, по-разному. Это могут быть какие-то пики, или какие-то ступеньки, или это могут быть импульсы, или это могут быть, как называется, радиоимпульсы, огибающие внутри синусоида. И все вертится вокруг одной вот этой качественной идеи. Если мы будем варьировать параметры, то наиболее эффективным будет то воздействие, при котором матричный элемент даст нам самую большую фурье компоненту. Я не сказал ничего путного, я просто словесно пересказал эту формулу. Для того, чтобы она заиграла количественными аспектами, нужно хоть немножко посмотреть на примеры и сделать для себя выводы относительно того, как меняется характер такого интеграла, таких интегралов, если варьировать параметры задачи. Ну и взять какие-нибудь примеры из реальной жизни. Я всегда могу представить ВКНТАТ в виде какой-то формы, которая идет на интервале от минус до плюс бесконечности, и рассматривать задачу, в которой начальные условия заданы когда-то давным-давным-давно, а конечные состояния считываются в каком-то далеком будущем, когда все возмущение ВАТ перестало действовать. Внимание! Здесь мы уже делаем один скользкий шаг. Я показывал, какие масштабы времени существуют у наших задач, и среди них я упоминал такую вещь, как время релаксации. У нас в постановке задачи есть замысел, который говорит, оставим систему в покое, она обязательно перейдет в одно единственное стационарное состояние. Мы не учитываем это время в наших уравнениях. Значит, нашим уравнениям можно верить, только если мы рассматриваем события, в которых вот эта длительность импульса на самом деле существенно меньше, чем время релаксации. Но это всегда можно проверить, и для современной экспериментальной техники остается здесь замечательный кусок во много порядков по длительности, во много порядков по интенсивности. Это не пустая задача. Я задерживаюсь на этом потому, что именно так строилась теория возмущений, теория переходов в самом начале построения квантовой теории. И тогда основной интерес представляли явления в видимом диапазоне, ну, в оптическом диапазоне, видимый плюс инфракрасный ближний плюс ультрафиолетовый ближний, которые были хорошо освоены экспериментальной техникой. А вот источников, которые могли бы тоже световое поле создавать в виде хорошо определенного импульса, в котором шумы пренебрежимо малы, вот что-то такое, как мы рисуем для лазерного импульса, в те годы было совершенно недоступно. Теория развивалась по принципу формальной простоты. Выберем те задачи, где легко провести интегралы и обеспечить их исследование. И прошли десятки лет, прежде чем эти задачи приобрели физическое содержание. Теперь смена обозначений. Раз время тянется от минус до плюс бесконечности, интеграл представляет собой, если мы договоримся считать, что V от T равняется какой-то оператор V, умноженный на функцию F от T, у меня тогда матричные элементы V, K, N выйдут за интеграл, а под интегралом останется F от T, E в степени I, омега, К, N, T, T, D, T. Эта величина, это спектральная амплитуда, так говорится в теории Фурье преобразования. Ну и там есть конвенция, которая говорит, что вычислять интеграл надо с экспоненты, где стоит знак минус. А раз мы вычисляем знак плюс, значит G на минус омега, К, N. Но это сущая мелочь, потому что если возмущение описывается действительной функцией, то интеграл должен быть... F от T – действительная функция, интеграл должен быть действительной функцией, а это означает, что как функция, так и комплексно сопряженная ей, должны даваться одним и тем же выражением, следовательно, спектральная амплитуда на частоте перехода снизу вверх и на частоте перехода сверху вниз одинаково. Мимоходом мы получили результат, имеющий большое значение при построении адекватных моделей. Оказалось, что зацепившись за базовые требования эрмитовости Гамильтониана, которая выражается вещественностью функции F от T, ну не может у нас быть комплексной энергии, в момент 3 часа 12 минут 15 секунд я измеряю энергию системы и какой прибор мне покажет ее мнимую часть, и на 2,5 джоуля. Чего не бывает, того не бывает. И, следовательно, когда я буду рассчитывать вероятности перехода, мне все равно при заданном импульсе из состояния N система идет в состояние K или из состояния K в состояние N скорости переходов при заданном воздействии на систему, амплитуды переходов одинаковы. Если на систему действует заданное внешнее поле, то какой бы формы оно ни было, я могу ожидать, что система при больших временах придет в состояние близкое к равновесию. Вверху будет столько же вероятности, сколько и внизу. Это вербальная догадка, но она так подкрепляется нашими формулами. А с другой стороны, за ней стоит физика. В нашей модели нет процессов релаксации, нет указания на то, в какую сторону должна эволюционировать система. Мы виноваты в этом сами, построив такую модель. Как видите, кольцо замыкается, пренебрежение релаксации, и дальше мы увидели, что оно сводится к тому, что переходы снизу вверх и сверху вниз равновероятны. Хорошо. Значит, поскольку у нас вероятность, это есть квадрат амплитуды, то я могу для вероятности перехода в таком случае записать, что это есть v, k, n, матричный элемент, в квадрате, поделю его на h в квадрате, ну и здесь из теории Фурье-переходов запишу. Модуль 2π амплитуда на минус омега-кн по модулю в квадрате. Я сам сказал, что это результат, который получен после первой итерации. То есть это есть результат первого порядка теории возмущений, Perturbation Theory 1. Трудно судить, как часто этого результата хватает, но глазомерно, ну я бы сказал так, три четверти вероятностей, с которыми приходится иметь дело на практике, описываются этой формулой. А теперь поконкретней. Величина возмущения у меня определяется оператором, а вот f от t я сделаю таким, как я его рисовал вверху. Вот так, с продолжительностью tau, это значит, что f от t равняется 1 на 1 плюс t делить на tau в квадрате. Обычная Лоренцева форма. Теперь мне надо сосчитать интеграл Фурье, известнейшая вещь, которая входит как одна из первых задач в теорию функций комплексного переменного, в теорию вычетов, которая говорит, что надо взять, посмотреть, где находятся полюсы интегрального выражения. Взять, окружить контуром, и утверждение будет, что интеграл по этому контуру равен 2π на вычет в полюсе, окруженном контуром. Соответственно, из этого выражения видно, что у нас есть полюсы в точке tau равняется, t равняется i tau, и t равняется минус i tau. Экспонента от e в степени i, частота перехода t, когда я туда подставил чисто мнимое значение t, у меня получится e в степени минус омега. Ответ g от омега 0 равняется tau пополам, e в степени минус, модуль омега 0 tau. Привычная вещь, и одну деталь я здесь подчеркну. g. Эта деталь говорит, чем больше омега 0, чем больше характерная частота, тем меньше, как правило, фурье амплитуда, и это убывание очень часто, хотя совсем не всегда, происходит по экспоненциальному закону. Сейчас мы этим насладимся. Я могу собрать то, что у меня есть, подставить в исходную формулу, и у меня получится. Вероятность перехода есть частота Раби в квадрате. Частота Раби это у меня матричный элемент, деленный на h. Мы в прошлый раз оценивали, какие они бывают, а дальше будет стоять отсюда tau в квадрате. Ну, у меня числовой еще будет множитель π в квадрате из 2π, которая там стоит, E в степени минус 2 модуль омега нулевое tau. Теперь я нарисую такую картинку. Если у меня фиксировано омега нулевое, частота перехода между двумя состояниями, и я варьирую длительность tau, то что я обнаруживаю? При tau, стремящемся к нулю, это стремится к единице, это к нулю по квадратичному закону. При tau, стремящемся к бесконечности, это растет как tau в квадрате, а это убывает по экспоненциальному закону. Вот таков закон убывания. грубый портрет картины зависимости вероятности перехода от длительности импульса оказывается таким, и из него вытекает урок. Если я могу варьировать только длительность импульса, а его величина у меня технически зафиксирована, то окажется, что для получения максимальной вероятности перехода я должен подобрать длительность импульса, в общем, такой, чтобы tau было примерно порядка единица на мега-нулевое. Максимальная эффективность. Сосчитанная здесь модель игрушечная. Это означает, что конкретный вид функциональных зависимостей взят с потолка таким образом, чтобы проще всего было выполнить расчеты. Но вместе с этим у нас есть внутренняя уверенность в том, что при любом колоколообразном импульсе качественно результат останется тем же самым. можете потренироваться, взять таблицы интегралов и посмотреть, что будет, если импульс имеет гауссовую форму, что будет, если он имеет форму единицы на косинус гиперболический, единицы на косинус гиперболический в квадрате. Все это не играет никакой роли, но это небольшая тренировка в отношении применения концепции игрушечных моделей. мы вставляем в теоретические формулы формулы, которые нам дают максимальную простоту расчетов, а потребляем результат так. Мы считаем, что в качественном аспекте результаты для других количественно иных, но качественно схожих систем останутся теми же самыми. а за труд по вычислению конкретных интегралов мы получаем возможность рисовать конкретные графики, которые, в принципе, можно, если захочется, сравнивать с экспериментом. Скорость роста и скорость убывания сильно различаются. Степенной закон в одном случае экспоненциальный в другом. Вообще в теоретической физике экспоненциальные факторы это то, что может сгенерировать очень большие или очень малые числа. некая общая схема. Если мы решаем задачи, в которых у нас фиксированы основные масштабы, ну, например, если решаем задачи об атомах или простых молекулах, то у нас все энергии порядка электрон-вольт, все характерные длины порядка ангстрем, и так далее. И мы не ожидаем получить результат, в котором будет какая-то энергия, скажем, 10 в 12 электрон-вольт или длина 10 минус 15 сантиметра. Но появление экспоненциальной функции все меняет, потому что она легко может принять значение, составляющее несколько или даже много порядков величины. У нас на самом входе в нашей студии был замечательный пример гаммовская теория альфа-распада ядра. 10 минус 23 секунды период между последовательными соударениями альфа-частицы с границей ядра, которую эта альфа-частица видит как потенциальную стенку. 10 минус 40 вероятность прохождения через этот барьер и мы получаем продолжительность жизни такого состояния на уровне миллиардов лет. 10 в 17 секунд. Вот от как получилось ничтожное по величине время пробега превратить в астрофизическую, даже так сказать, сравнимую со временем существования Вселенной величину. Ответ стояло экспонента Е в степени минус 2 С деленное на H, где эта штука С, мы ее научились вычислять в методе ВКБ, это действие подбарьерного прохождения интеграла от модуля импульса по области, где импульс имеет чисто мнимые значения. Это все разбег к тому, что и наша экспонента сильно меняет дело. Если я хочу рассматривать такую задачу, у меня есть атом, и мимо него пролетает заряженная частица. Вопрос, какова будет вероятность того, что система перейдет из нижнего состояния в верхнее. Я не буду заниматься арифметикой в полном объеме, я сосредоточусь на оценке экспоненты. Что такое омега нулевое? Это оптическая частота. Расстояние между основным электронным термом и возбужденным обычно порядка нескольких электрон-вольт. В атоме водорода это 13,6 электрон-вольт умножить на 7,8, где-то 12 электрон-вольт. Ну, атом водорода это крепкий орешек. А если взять что-нибудь такое щелочное, то это, может быть, вечерничина порядка 2-3 электрон-вольт. электрон-вольт у нас примерно 1,5 на 10 в 15 секунд минус первый. Значит, я эту величину запишу где-нибудь на уровне 3 на 10 в 15 секунд минус первый. Тау это время, за которое заряженная частица пролетит мимо моего атома. Для этого мне надо знать прицельный параметр вот это расстояние и поделить на v. Прицельный параметр я могу взять так. Если у меня газ, ну, например, воздух, мне известны его концентрации частиц, число Вашмитта. У меня 2 и 7 по-моему на 10 в 19 частиц в кубическом сантиметре. Я запишу и так. 27 на 10 в 18 и на в степени 1 треть это будет 3 на 10 в 6. Значит, n в степени минус 1 треть у меня будет 1 треть на 10 минус 6 сантиметра. Это среднее расстояние между частицами и я его возьму как оценку для Ро. 3 на 10 минус 7 величина В это скорость. Опять я возьму комнатную температуру. Она достаточно высокая. Скорость В у меня примерно равна скорости звука. Сотни метров в секунду, 10 в четвертой сантиметров в секунду. Ну, давайте пусть будет 3 на 10 в четвертой. Значит, Тау у меня получается на уровне 10 минус 11 секунды. Значит, омега нулевое Тау у меня приблизительно 3 на 10 в четвертой. величина Е в степени минус 2 омега нулевое Тау примерно Е в степени минус 6 на 10 в четвертой. Даже если я ошибся в моих числах на порядок или на 2, даже если я захочу начать проверять эти расчеты с помощью деликатных теорий усреднения по прицельным расстояниям, усреднения по распределению скоростей, ясно, что все это будет напрасным трудом. Тот факт, что в грубом приближении стоит Е в степени минус огромная величина, во-первых, объясняет нам тривиальный факт, повертев головой, мы видим, что воздух вокруг нас не светится. Энергии навалом у частиц. Частиц немеяно, авогадра в каждом вот таком объеме 10 в 23. Но, тем не менее, сосредоточить эту энергию и передать ее одному электрону, чтобы он потом характерно высветился на нужной частоте, система не собирается, потому что все возмущение сидит не на тех частотах, которые нам нужны. Медленное воздействие на систему, это с точки зрения системы, не приводит к переходам в ней, а вот это уже качественный результат. Здесь есть терминология, сильно испорченная, возмущение, характерное время изменения которого значительно больше, чем характерные времена эволюции системы, называется адиабатическим. Сам термин вам известен, он широко используется в термодинамике, он был введен Ренкином в 1859 году для обозначения термодинамического процесса, проходящего столь быстро, еще раз, столь быстро, что теплообмен между телом и его окружением не успевает произойти. Вот отсюда и притянуто греческое слово адиабатас, что означает непроходимый. В современной физике не менее часто термин адиабатический означает медленный. Корень уходит в работы второй половины XIX века и удобно считать начальной точкой работу Релея 1902 года, в которой он показал, что для систем с гармоническим законом движения, например, маятника или колеблющейся струны, при медленном изменении параметров отношение энергии к частоте колебаний остается постоянным. 1902 год уже родилась квантовая теория, уже возникают соответствующие вопросы, в первую очередь касающиеся гармонического осциллятора. Лоренц сформулировал вопрос так, будет ли квантованный маятник находиться в квантованном состоянии, если его подвес укорачивается. Эйнштейн дал ответ, если длина маятника изменяется бесконечно медленно, энергия его остается равной h ню, коль скоро она была равна первоначально h ню. Значит, номер уровня при медленном изменении параметров не меняется. Это по существу то же самое, что мы сейчас показали. Раз номер уровня не меняется, значит, переходов нет. Величина s отношения действий энергии к частоте, мы, собственно, с нее начинали наше построение квантовой теории ввиду того, что википисты декларировали ограниченность применимости квантовой теории областями, в которых это отношение близко к единице, что, как мы неоднократно показывали, есть ложь или ошибка или добросовестное заблуждение, но, во всяком случае, неправильное утверждение, потому что квантовая теория не только работает в любую сторону при с многом меньшем единице и при с многом большем единице, да, господи, вот только что я рисовал огромная величина s на h для того, чтобы пройти через барьер было трудно. Квазиклассическая задача прекрасно решается по квантовой теории, а самый главный смертельный удар, а по какой еще? У нас нет альтернативы квантовой теории, маленькая оговорка, в гигантских странственных временных и массовых масштабах мы описываем явление с помощью феноменологической общей теории относительности, в которой нам пока совершенно не ясны аспекты квантовых явлений. Сшить эти две теории до сих пор не удалось, но с другой стороны это не очень критично, потому что грубые оценки показывают, что эксперимент доберется до области, где эти поправки станут более или менее заметными, при существующих экспоненциальных зависимостях лет через 200-300. Так что на ближайшие пару столетий мы можем считать, что квантовая теория существует как единственная фундаментальная теория, на которую опирается все наше квантифицированное знание о природе. ну, слово квантованное в применении к уровню энергии понятно, что означает. Старая квантовая теория строилась на предположении, что так называемые адиабатические инварианты удовлетворяют соотношению NH. Где N целое? Мы знаем, что квантовая теория на самом деле немножко тоньше, там должно стоять не N, а N плюс константа, эту константу надо определять в зависимости от деталей формы потенциала, чаще всего там стоит половинка и так далее, и так далее, но вот эти все высказывания, они очень хорошо монтируются друг с другом. В классической теории величина адиабатического инварианта при бесконечном медленном изменении сохраняется, а отражение квантовой теории этого результата состоит в том, что никаких переходов в этом случае не возникает. Интересно отметить, ну здесь есть несколько групп задач в такой области, что сам вопрос о том, насколько сильно меняются адиабатические инварианты в классической теории был решен в классической механике в 1963 году. очень интересная структурная идея. Вот 1911 Эйнштейн провозглашает приближенно показанный результат, но настолько хорошо, так сказать, куски замочки кликнули в этот момент, что никто даже не пожелал посчитать следующую поправку и сказать, а насколько все-таки они изменяются. ну а если посмотреть работу, в которой это сделано, то оказывается, что она опирается на аппарат квантовой теории, на задачи о коэффициенте надбарьерного отражения, которые, как известно, для частиц большой энергии дают тоже экспоненциально малую вероятность. Хорошо. Теперь сменим задачу с вопроса о вероятности переходов под действием импульса на задачу, в которой на систему будет действовать гармоническое поле. В от т равняется в ноль на косинус омега т. Постановка задачи ясна. В спектре импульса у меня очень много разных частот, ну вон фурье образ выписан выписан, одни неэффективны, другие эффективны. Я ответил на главный вопрос, что вероятность перехода будет максимально, когда длительность импульса будет приблизительно равна единице делить на частоту перехода, и теперь возникает идея, оказывается, что у меня есть возможность создать излучение воздействия возмущения, у которого будет одна единственная частота, и теперь варьируя эту частоту, я, наверное, могу менять, во-первых, состояние системы сильно, а, во-вторых, система должна у меня быть чуткой по отношению к выбору моей частоты. если быть реалистом, то я должен когда-то задать начальные условия, ну, например, сказать так, что до момента ноль у меня ничего не было, а потом пошла вот эта косинусоида, и начальные условия я задаю вот здесь. Тогда А, КТ, от Т, равняется, ну, все как и было, минус И делить на H, на матричный элемент, на интеграл от нуля до Т, а здесь будет стоять косинус омега Т штрих, а здесь будет стоять множитель Е в степени И Омега КНТ штрих ДТ штрих. Никаких проблем. Косинус это Е в степени плюс И Омега Т плюс Е в степени минус И Омега Т пополам. Интеграл распадается на два. В одном из них в числителе стоит сумма Омега плюс Омега КН. В другом стоит разность Омега КН минус Омега. Но интегрируются они мгновенно. Интеграл от экспоненты это вот эта форма переходящая вниз. И мы получаем В КН на 2 H Е в степени И Омега КН плюс Омега Т минус единица делить на Омега КН плюс Омега плюс Е в степени И Омега КН минус Омега Т минус единица делить на Омега КН минус Омега скобка закрывается. Хорошо бы это нарисовать, но рисовать страшно неудобно, поскольку амплитуда комплексная величина, надо рисовать вещественную часть отдельно, мнимую часть отдельно. Лучше опять вспомнить, что нам нужна величина W, КН, которая равняется квадрату модуля от КН, а КТ в квадрате. Простейшая задача. Одна частота. Я ожидаю получить простой результат. Ожидания не оправдываются. У меня амплитуда – это уже полтора десятка знаков, а мне сейчас ее в квадрат модуля возводить – это вот это по модулю в квадрате, плюс вот это по модулю в квадрате, плюс перекрестное вот так, плюс комплексно сопряженное, 4 члена, один другого третьего страшнее, довольно громоздкое выражение, и, тем не менее, без него нам никуда не деваться. Выражение, которое я выписал, довольно громоздко, но исследовать его не так уж сложно. Во-первых, непосредственно из выражения для амплитуд видно, что часть, содержащая разность частот, часть, которую я обозначил величиной дельта, и которую обычно называют расстройкой, имеется в виду, что омега КН больше нуля, но в наших обозначениях я так подбираю, что у меня Н означает начальное, К – конечное, поскольку переход снизу вверх, то омега КН действительно больше нуля. Так вот, величина дельта может быть очень малой и даже нулевой. Один из уроков аналитической работы состоит в том, что каждый раз, как вы написали формулу, в которой происходит деление на какую-то функцию от параметров задачи, вы должны проверить, при каких условиях этот знаменатель обращается в ноль. Потому что если он это делает, то у вас формально получается бесконечно большой ответ, и вам надо внимательнее поразобраться с написанным выражением. Давайте посмотрим, что получится, если мы выражение для амплитуды потянем расстройку к нулю, будем подводить систему к резонансу. Первый член гораздо меньше, чем второй, я его вычеркну. Во втором члене расстройка у меня маленькая, я могу разложить экспоненту по степеням расстройки, и у меня первый член получится единица плюс И дельта Т минус единица делить на дельта. Дельта делить на дельта сокращается. Прекрасно! Спасибо Маркизу и Лопиталю. Оказывается, что ничего страшного не происходит. В пределе дельта стремится к нулю у нас второе слагаемое в формуле для амплитуды, то, что чуть выше серебряной полоски, это ИТ. Амплитуда растет со временем по линейному закону, причем скорость роста совпадает с точностью до числового коэффициента с частотой Раби с величиной матричного элемента, деленной на постоянную планку. В прошлый раз я оценивал все величины, которые у нас могут входить в эти задачи, и специально подчеркивал, что даже при очень слабых источниках лазерного излучения мы очень легко попадаем в область, где частота Раби больше скорости релаксации, больше скорости спонтанного излучения, и потому мы имеем право писать систему так, как мы ее пишем. И вот в этом случае оказывается, что у нас, попросту говоря, чем больше мы ждем, тем больше вероятность возбуждения системы. Но так можно рассуждать только если у нас ограниченное время. Давайте посмотрим, как выглядит ситуация с точки зрения формулы для вероятности переходов. Если сигма, сумма частот много больше, чем дельта, то вот этот член самый маленький делить на сигма квадрат, вот этот член побольше, потому что делить на первую степень сигма, а вот этот член самый главный, поскольку делить приходится на маленькую величину. Мы видим, что у нас в этом приближении вероятность перехода ведет себя от времени по косинусоидальному закону. Оказывается, по нашим теориям, что если я на двухугна систему с определенной частотой перехода даю поле частоты близкой к резонансу, в том смысле, что расстройка у меня много меньше, чем сама частота перехода, то я обнаруживаю, что у меня система вначале переводится снизу вверх, потом сверху вниз. Это меня не удивляет, поскольку я уже сообразил, что у меня при вещественном возмущении амплитуда перехода равны, так и должно быть. И дальше видно вот что. Чем больше амплитуда поля, тем больше частота Раби, тем больше вероятность перехода, но частота осцилляции не зависит совершенно от омега, ну и наоборот, частота зависит от расстройки, но совершенно не зависит от амплитуды. Ну, это означает, что зависимость достаточно простая. Сразу же можно сказать, что нашему результату нужно доверять только с оговорками. Если я захочу выяснить, чему мне равна средняя вероятность перехода, я в этой формуле все косинусы заменю нулями, среднее значение косинуса, опять рассортирую на большие, средние и маленькие. Единица на сигма квадрат маленький, единица на сигма дельта средний, единица на дельта квадрат большой член, и теперь я получу дубль В средний равняется омега в квадрате делить на 2 дельта в квадрате. Но дубль В у меня вероятность. Вероятность не может быть больше единицы. Одно из главных требований абсолютных квантовой теории состоит в том, что в правильном расчете сумма вероятностей всех возможных исходов эксперимента должна быть равна единице. Требование унитарности. Так в законе и это идеальная норма. В жизни, когда мы делаем приближенные расчеты, мы можем воспользоваться им в обратную сторону, а именно обнаружив, что вероятность у нас отклоняется от единицы, по величине отклонения мы можем установить границы применимости нашего приближения. Пример такой у нас был, когда мы решали задачу о прохождении частицы высокой энергии над энергетическим барьером, у нас получалось интегральное уравнение, мы его решали с помощью функции Грина, и у нас получалось, что всегда барьерчик служит для высокоэнергичной частицы как бы местом, где рождаются дополнительные частицы. Но чем больше энергия, тем меньше была величина этого рождения, и мы видели, что получается довольно неплохая аппроксимация, если сравнивать с результатами задач, допускающих точное решение. Ну, кое-что и здесь получается в том же духе. Я могу доверять моей теории только в том случае, если омега не будет, дубль В не будет превосходить единицы. Я тут пожертвую точностью, нарисую приближенное неравенство. Значит, если величина частоты Раби делить на дельта, будет много меньше единицы. Вот эту величину, безразмерный параметр омега на дельта, иногда обозначают бета и называют малым параметром давайте я малый возьму в скобках малый параметр нестационарной теории возмущения. Можете писать эти решения при любых значениях бета. Доска не треснет, и мел не взорвется. Только формулы будут бессмысленные. Что такое вероятность, достигающая значение 4,5, никто не знает. И знать не собирается, потому что мы вышли далеко за пределы применимости базового приближения. В чем мы виноваты? В том, что ограничились первой итерацией, в то время как настоящее решение уравнения Шреддингера должно быть получено как результат суммирования ряда, возникшего в течение бесконечного числа итераций. Но у нас такие были уже сюжеты, когда появляются ряды с возрастающими членами, и нам надо думать, как их суммировать. выход ясен, надо вернуться к исходному уравнению, взять полученное выражение для амплитуд и продолжить наши расчеты. Но мы этим заниматься не будем, потому что у нас здесь еще есть много и очень интересных, так сказать, дел. Что же делать, если расстройка в точности равна нулю? А мы это уже сделали. Надо довести правило Лопиталя до конца. Мы увидим, что у нас во втором члене дельта в квадрате, Т в квадрате пополам сократится, и мы получим вероятность перехода в случае точного резонанса от времени, растущую по квадратичному закону и пропорциональному частоте Раби в квадрате Т в квадрате делить на 4. Опять, это выражение не годится при любых значениях Т. Рано или поздно оно превысит единицу, рано или поздно начнет рушиться это условие. Но если я слежу за результатом, я могу сказать, что моя формула справедлива на ограниченном интервале времен до тех пор, пока Т не превосходит единица делить на омега. Хороший и важный результат его надо запомнить. он генерирует одну из самых важных формул квантовой теории переходов, к которой мы сейчас и подойдем. Как бы ни был устроен дискретный спектр системы, варьируя варьируя чистоту перехода, я всегда могу сделать одну из разностей равной нулю и получить формально бесконечное выражение для амплитуды, которое после ликвидации неопределенностей даст мне неограниченный квадратичный рост. Особый интерес представляют случаи, когда частота внешнего воздействия попадает в ту область спектра, где имеется много близко расположенных уровней. Ну, например, плотность состояний колебательных уровней молекулы можно грубо оценить с помощью модели нескольких гармонических осцилляторов, связанных между собой. И дальше, используя формулу Вейля, которую мы не раз писали, можно увидеть, что эта плотность, если у вас для одномерного осциллятора, то она константа, если двумерный осциллятор, то она растет по линейному закону, если у вас К осцилляторов, то она растет по закону Е в степени К, и получается, что при очень умеренных энергиях у вас могут быть плотности во много десятков, сотен, тысяч уровней на привычный вам интервал энергии, на один колебательный КВА. Но это полдела, а вторая половина дела состоит в том, что мы можем рассмотреть воздействие переменного поля на систему, у которой есть непрерывный энергетический спектр. И вот тогда наверняка существуют состояния, у которых резонансная расстройка равна нулю. Я только что произносил эту фразу. если я варьирую частоту, то я всегда могу подогнать расстройку к нулю и сделать воздействие на систему очень сильным, резонансным. А теперь в обратную сторону. Если у меня частота фиксирована, но я имею дело с системой, у которой очень плотный, дискретный спектр или вообще непрерывный спектр, то у меня наверняка есть в этом спектре уровень, который находится в резонансе с частотой перехода, для которого омега кн минус омега в точности равняется нулю. теперь постановка задачи. Представляет интерес определения скорости перехода во все такие состояния. почему? В простейших случаях по экспериментальной постановке у меня есть атом водорода. Я действую на него высокочастотным, ну конкретно ультрафиолетовым полем. А у меня отрываются электроны. Они летят. Это называется процесс фотоионизации. Я регистрирую вылетевшие электроны. если я регистрирую просто электроны, не интересуясь тем, чему равна в точности их энергия, то для того, чтобы рассчитать эту величину, мне нужно сделать такое, рассчитать скорость переходов сюда, 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 и потом взять их сумму. Для того, чтобы заняться вопросом о том, с какой в точности энергии улетел электрон, это очень требовательная экспериментальная задача, и она не сулит никаких взглядов на новые свойства природы. Оказывается, что в очень многих случаях нас интересует именно скорость суммарных процессов перехода во всю группу плотных состояний дискретного спектра или в соответствующую группу состояния непрерывного спектра. Всё, заказ сделан. Теперь остаётся арифметика. Я беру форму, которая у меня выписана вот здесь. я произношу те же самые слова. Здесь есть большие члены, средние и малые. Я сохраню большие члены, это второе слагаемое в квадратной скобке, выкину среднее, это запись во второй строчке, и выкину малые, это первое слагаемое в скобке. Вероятность перехода в одно резонансное состояние это v kn в квадрате делить на 2h в квадрате и вот эта штука единица минус косинус дельта kt t делить на дельта kt в квадрате. дельта kt это потому, что у меня теперь много уровней, и я их нумерую индексом k. То же самое и здесь я могу нарисовать какой-нибудь дискретный спектр, и в нем индексом k занумеровать уровни. А все остальное мы видели. И теперь я должен просуммировать это все по всем k, и у меня получится величина w суммарная, которая меня и интересует. Второй член я немножечко переделаю, совсем чуть-чуть. Я запишу единицу как косинус в квадрате дельта пополам плюс синус в квадрате дельта пополам t, а косинус дельта kt я запишу как косинус удвоенного угла дельта kt пополам. Значит, у меня будет минус косинус в квадрате дельта КТ пополам, плюс синус в квадрате дельта КТ пополам. Значит, косинус и косинус сокращаются, синус и синус складываются, появляется коэффициент двойка, он убирает половинку, которая стоит в первом множителе, и мы получаем выражение равняется сигма ВКН в квадрате делить на H в квадрате синус в квадрате дельта КТТ пополам делить на дельта КТ в квадрате. Итак, теперь посмотрим, что с этим выражением можно сделать. У нас есть величина дельта, которой мы управляем, меняя частоту, и у нас есть величина матричного элемента, деленная на H, частота РАБИ. Есть и другие величины, например, характерная ширина области, в которой матричные элементы отличны от нуля. Так что случаи могут встретиться разные, но я вижу, что в этом выражении я могу попробовать разложить все при очень малых Т. Соотношение знакомое. Синус Т при малых Т – это Т, это аргумент. Следовательно, в скобке, которая здесь стоит, я вижу, остается просто множитель Т в квадрате делить на 4, и у меня получается эта скобка в виде суммы ВКН в квадрате делить на H в квадрате на 4 на Т в квадрате. А теперь еще один ход. Эта величина очень хороша, но она мне неудобна для расчетов. Я должен для моего начального состояния сосчитать матричные элементы перехода во все состояния К, а потом каждый матричный элемент возвести в квадрат, и потом все это сложить. У нас были замечательные способы упростить такое выражение, основываясь на формуле, которая у нас с самой первой лекции тянется, которая говорит, что если взять вектор, разложить его по всему базису, а потом просуммировать, то мы получим тот же самый вектор. Или, по-другому говоря, произведение кет-вектора на бра-вектор по всем векторам базиса просуммированной дает нам единичный оператор. n, v, k, k, v, n равняется n, просуммировали, это единичка, здесь стоит оператор v умножить на v, v в квадрате n. Маленький, но ценный выигрыш. Оказывается, что эту величину можно записать как единственный матричный элемент квадрата оператора v в состоянии n, 4h в квадрате, t в квадрате. А это вероятность перехода во все состояния, кроме начального, нулевого. Следовательно, вероятность найти систему в исходном состоянии. У меня есть единица минус w, n, w, σ, и эта величина есть единица минус, я запишу ее так, σ на t в квадрате. Утверждение номер один. Если мы рассматриваем переход из состояния дискретного спектра во всю совокупность состояний плотного дискретного спектра или во всю совокупность состояний непрерывного спектра, то вероятность перехода суммарная растет пропорционально квадрату времени и, соответственно, вероятность найти систему в невозмущенном состоянии ведет себя как единица минус константа на t в квадрате. А теперь вспомним давно нами введенный, но почти не загруженный постулат фон Неймана. Если оператор, наблюдаемый L, имеет невырожденный дискретный спектр, то после измерения значений этой величины лямбда система из любого состояния ψ переходит в состояние, которое описывается собственным вектором φN, отвечающим собственному значению лямбда Н. еще раз. Есть квантовая механика, так сказать, потребительская, которая связана с расчетами величин, которые измеряют атомные спектроскописты, молекулярные спектроскописты, ядерные спектроскописты, специалисты по физике твердого тела и так далее, и так далее. 90% наших расчетов, которые заканчивались количественными показателями, относились к этим областям. но существует и платформа, которую можно назвать фундаментальной, вместо которой и в науке, и в курсе квантовой теории, ну, довольно неопределено. Его можно выбирать разными способами. Если попробовать добиться, чтобы все студенты понимали связь между процессами эволюции и процессами измерения, наверное, произойдет какой-то сильный рывок в сторону углубления знаний. Но добиться этого никогда еще не удалось. Обычно все усилия направлены на то, чтобы научить вас рецептам быстрого определения простых величин. И в отрыве от философии, основанной на использовании процедур измерения, это создает немножко такой рефлекторный характер знания, когда не то, что глубокого понимания нет, а нет вообще представления о том, на чем все это покоится. Я привлекаю внимание к этой ситуации, потому что здесь мы как раз столкнулись с исключением. столкнулись с одной стороны с ситуацией, когда именно абстрактный четвертый постулат фон Неймана, касающийся превращения системы в результате процесса измерения, имеет непосредственнейшее отношение к нашим теоретическим расчетам. А дело вот в чем. Если я захочу после истечения момента Т, не очень большого, так что у меня можно еще пользоваться вот этой моей формулой, измерю значение величины, величины, которая у меня здесь эволюционирует, то у меня получится, что она сохранится в начальном состоянии с вероятностью единицы минус сигма Т в квадрате. А теперь представим себе, что я проведу два измерения этой величины. Первый раз в момент Т пополам, а второй раз в момент Т. У меня картина будет такая. пройдет момент Т пополам, я проведу измерение, и получу дубль в штрих, как единица минус сигма Т пополам в квадрате. А теперь, когда я проведу второе измерение, следите, у меня вероятность того, что система находится в начальном состоянии, стала меньше единицы, но вот она какова. А после эволюции второй, на втором интервале, длительностью Т пополам, у меня снова эта вероятность уменьшится умножением на этот множитель. Получится вот такая картина. Если я ее разложу, у меня получится единица минус сигма Т квадрат на 4, возвел в квадрате, у меня получится единица минус сигма Т в квадрате пополам. Оказывается, что если я провожу два измерения, то у меня в результате вероятность того, что система останется в начальном состоянии, отклониться от единицы вдвое меньше. Ну а теперь, если я сделаю три измерения со временами Тау на 3, то у меня получится куб от выражения Т делить на 3 в квадрате будет единица минус сигма Т в квадрате делить на 3, чем больше измерений, тем меньше вот этот коэффициент, тем меньше отклонение. Значит, что происходит? Если я осуществляю измерения физической величины, принадлежащей дискретному спектру, на интервалах времени, которые малы по сравнению с величиной единица делить на корень из сигма, то моя теория предсказывает мне, что распад прекратится. Система будет все время сохраняться в своем исходном состоянии. с гносиологической точки зрения этот вывод был связан с древним эффектом Зенона, который утверждал, что опоря стрела занимает определенное место в пространстве каждый момент времени, и, следовательно, она не может двигаться, потому что если я знаю, где она находится, то она там, где она находится, а не в каком-либо другом месте. Ну, так и здесь. Если я провел измерения и пронаблюдал за системой, в каком состоянии она находится, и выяснил, что она в начальном состоянии, то она в начальном и никаком другом, если я не прекращаю свои наблюдения, а повторяю их каждый, так сказать, маленький интервал времени, то она у меня никуда и не перейдет, стрела останавливается. Современное распределение печенюшек делает авторами этого высказывания Мизру и Сударшана. Их работа «Парадокс Зенона в квантовой теории» вышла в 1977 году. Она имеет, так сказать, много тысяч очков за цитирование. Ну, как всегда, не совсем справедливо, потому что советский физик Халфин примерно 15 лет раньше описал то же самое явление. В частности, ему принадлежит, его перу принадлежит довольно симпатичный обзор в УФН, а УФН у нас в открытом доступе. УФН 1990-й, фамилия Халфин. Статья называется «Квантовый эффект Зенона». Всего четыре странички, но хорошая библиография. Ну, а уж если всерьез копать, фамилия Тьюринга кому-нибудь что-нибудь говорит? Аллан Тьюринга. Тут у него есть небольшая заметка, в которой он прямо сформулировал без всяких расчетов конечный результат, что постоянное повторение наблюдений за квантовой системой будет препятствовать ее переходу в другие состояния. Есть провокционные формулировки, например, ссылаясь на бытовой опыт, утверждают, что чайник, на который мы смотрим, никогда не закипит. Ну, каждый, кому приходилось с утра кипятить чайник на плите, тут согласится с этим мнением. Если на него смотришь, он действительно никак не хочет закипать. А теперь самое главное. Это не схоластическая игра с формулами, хотя здесь и заложено одно очень жесткое условие, которое, говорит, его не видно в наших рассуждениях, но оно есть, и оно состоит в том, что измерение можно провести за сколь угодно малый интервал времени. Ну, если не за сколь угодно малый, то надо сказать так, за интервал времени, который мал по сравнению со временем Зенона, единица минус делить на корень, единицы делить на корень из сигма. Ну, видно по размерности сигма имеет размерность единицы на Т в квадрате, извлекли корень, получается единица времени. Вот надо успеть провести измерение до того, как произошел заметный распад. Это было впервые экспериментально реализовано группой Вайнленда в 1990 году. В настоящее время я знаю 9 различных экспериментов, выполненных различными группами по разным методикам в разных диапазонах и в разные годы, но все они сходятся на одном, что квантовый эффект Дзиона реально существует. Как я уже сказал, это один из немногих узлов, где элементарная квантовая теория пересекается и сильно завязывается с теорией измерений, которая даже в логическом аспекте не вполне еще безупречна. Итак, мы понимаем, как ведет себя структура, которую мы наметили для описания суммарной вероятности переходов на малых временах. Ответ происходит убывание по квадратичному закону. Следующий шаг. как будет вести себя такая вероятность на средних временах. пальцеобразное рассуждение. У меня есть куча уровней, у которых расстройка дельта К. Вот они, эти расстройки. я могу записать, например, так, дельта К равняется какая-нибудь дельта с тильдой умножить на К. Я примерно решил, что у меня эквидистантный спектр возмущений. Для каждого значения расстройки, если для него выполняется условие дельта КТ на Т, ну как, я не могу написать здесь сильное неравенство, я сделаю вот как, я скажу, дельта К меньше единицы, это резонансный уровень, а дельта К больше единицы, дельта К Т больше единицы, нерезонансный. Пусть будет здесь 0,9, а здесь 1,1, все равно 0,9 я сосчитаю как резонансный, а 1,1 как нерезонансный. Между резонансными и нерезонансными у меня будет проходить жесткая граница. Теперь я скажу так, для каждого уровня, который является резонансным, у меня в силу поведения синуса Т в квадрате делить на дельта К в квадрате, вероятность перехода ведет себя как Т в квадрате. смотри мои показанные раньше формулы. В У демำ пропорционально омега в квадрате Т в квадрате. Число же резонансных состояний у меня со временем убывает в силу вот этого граничного условия по закону единица на Т. Следовательно, полное число суммарных состояний у меня есть число резонансных умножить на n порядка омега в квадрате на Т. Это знак пропорциональности. Если я аккуратно возьму все числовые коэффициенты, то у меня получится результат. Суммарная вероятность перехода во все состояния плотного дискретного или непрерывного спектра ведет себя линейно пропорционально времени, а коэффициент пропорциональности есть 2π деленное на h. Матричный элемент перехода в квадрате делить на 4 на плотность ЕК. Чаще всего такую формулу пишут, стирая зависимость от времени и удовлетворяясь дубливая с точкой сигма скорость перехода во все состояния плотного дискретного или непрерывного спектра под воздействием гармонического возмущения постоянно во времени пропорционально квадрату модуля матричного элемента перехода из состояния Н с энергией ЕН в состояние ЕК с энергией ЕН плюс H омега, резонансный переход, это для нас главное, умноженному на плотность состояний ρ от ЕК. Ну вот и все. Обычно вот эту четверку не пишут, потому что она возникла у меня из косинуса. Чаще шикарнее брать пару экспонент, экспонента вверх, экспонента вниз. И в книжках формула, как правило, имеет такой вид. Дубль с точкой равняется 2π на h, квадрат матричного элемента, плотность конечных состояний. В современной литературе эта формула носит название «Золотого правила ферми». Происхождение названия «Длинная история» выписал впервые эту формулу Дирак, что, несомненно, в 1927 году, это в своей прекрасной работе по взаимодействию квантовых систем с квантованным электромагнитным полем, но, хотя и пока существует квантовая теория и Дираку, и Ферме суждено бессмертие в рамках этой парадигмы, история как-то иронически устраивает так, что полученные ими одновременно результаты перетягиваются на сторону Ферме. Вспомните статистику Ферме Дирака, а частицы-то мы называем фермионы, а не дираконы. Ну, ничего не сделаешь. Иногда удобство произношения решает вопрос «Да Господи!» вспомните, как Америку назвали. Оказалось, что у Америга Веспуччи более приятное имя, чем у Христофора Колумба. Ну, а вообще-то Ферме не имел в виду ничего плохого. Он просто в курсе лекций, которые читал в 1959 году, желая подчеркнуть ценность этой формулы, назвал ее «золотым правилом». Ну, есть много разных золотых правил в этике, в механике и так далее. Он просто хотел подчеркнуть ее ценность. А его коллеги начали цитировать эту формулу. Так, «золотое правило» в кавычках в Ферме, что означало «та штучка, которую Ферме назвала золотым правилом». Буквально через 2-3 года кавычки рассосались, и в литературе стало появляться выражение «Ферме golden rule». И начиная примерно с 1963-64 года, частота употребления термина пошла расти по экспоненте, что обычно бывает, когда новый вид вторгается, так сказать, в имеющуюся экологическую нишу. Ну, и эту экспоненту уже остановить нельзя. Раз в 10 лет возникают дискуссии, что хорошо было бы называть вещи именами ученых, которые их открыли, но ресурсов на то, чтобы переписать предметные указатели всех учебников, понятное дело, не существует. Понятно, что чепуху золотым правилом не назовут. Перед нами необычайно ценная формула, которой мы успеем еще несколько раз активно воспользоваться. Об этом мы будем говорить завтра. Ну и вообще говоря, мы сделали две трети. Мы посмотрели режим малых времен, посмотрели режим средних времен. Естественно, еще осталось посмотреть режим больших времен, как ведут себя все эти вероятности, когда время становится большим. Ну и попрактиковаться в том, чтобы вычислить скорости каких-нибудь наблюдаемых явлений с помощью золотого правила ферми. Анушево-никушо.